Десант канадских врачей Сотрудничество с зарубежными специалистами налажено благодаря проекту «Лицом к будущему». Программа позволяет детям и их родителям получать консультацию и медицинскую помощь, не выезжая за пределы родного города. За пять лет совместной деятельности медикам удалось принять и прооперировать почти полтысячи детишек с заболеваниями различной степени тяжести. Побывать на приеме уностранного врача может не каждый. Медики в течение года тщательно знакомятся с историями болезни, рентгеновскими снимками потенциальных пациентов. Все те случаи, которые мы рассмотрели, сложные. Первое, что нам необходимо, создать основу и определить порядок, как мы будем работать с этими пациентами, чтобы в конце концов получить хороший результат. Но даже те, кому выпал шанс попасть в руки к канадским врачам, образуют в коридорах больницы длинную очередь. Наталья Клементьева и ее полуторагодовалая дочка Ангелина ждали приезда зарубежных специалистов в год, чтобы убрать дефекты с области живота. У нас некрасивый шовчик, так что проблема была с кишечником при рождении. Ну, ждала и наконец-то нас сегодня американцы посмотрели, приняли. Операция состоится у нас в среду. Дай бог, что все было хорошо. У нас будет красивый животик. До приезда в наш регион делегация врачей из Канады лечили деток в медицинских учреждениях Екатеринбурга и Саратова. Однако признаются, что ульяновские медики покоряют своим душевным отношением к пациентам больше всего. Основное, что мы получаем от ульяновских врачей – сопереживание, душевное сочувствие, которое направлено на пациентов. Программа «Лицом к будущему» активно реализуется в регионе с 2013 года. При поддержке губернатора Сергея Морозова и депутата Государственной Думы Владислава Третьяка. На этот раз зарубежные специалисты в сфере медицины задержатся в Ульяновске до 13 апреля. Для Натальи Улова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.